Доброго здоровьица, уважаемые посетители моего канала Очень правильно делают те, кто иногда лишний раз спрашивает у меня по тому или иному вопросу оздоровительному Потому что имеется огромная путаница на всех уровнях И путаница очень большая и, знаете, прямо противоположная Например, еду я сегодня на машине в Ростов, как раз вы мою эту поездку увидите И слушаю радио, и, значит, радио какая-то, радиостанция Как бы сказать, надо заполнить эфир чем-то таким, знаете, вроде как полезным И она передает, значит, голос диктора, что вот британские ученые исследовали, исследовали, исследовали И установили, что для того, чтобы оставаться здоровым, надо стоять Надо стоять примерно, чтобы вы примерно в положении стоя проводили хотя бы около часа в день Ну, например, там, разговаривая по телефону, не сидя, а вот стоя Что, мол, это полезно А я вам уже рассказывал Самое полезное, самое полезное положение для организма человека В котором сохраняется все его здоровье и, так сказать, и приумножается Это ходьба Значит, простые вот такие очевидные вещи Вот стоят за прилавком много часов продавцы Они что, здоровы? Как правило, если человек неподвижно стоит У него перестают работать клапана, которые находятся в венах ног Идет застой, и, как правило, все продавцы, особенно, которые за прилавком работают Которым некуда, некогда отлучиться Надо тут постоянно это давать У них болят ноги То есть, а как это сопоставляется? Вот если час стоять, согласно исследованию британцев То, значит, два часа это будет еще более полезно Три часа это еще более полезно будет Оказывается, нет Даже часа не полезно стоять Я бы даже так сказал, даже пяти минут Неподвижно Вредно стоять Почему? Потому что у вас положение стоя Венозные клапаны не работают Кровь потихонечку, знаете, с трудом она поднимается вверх А вот если вы идете Совсем другое дело Мышцы сокращаются Кровь проталкиваются Клапаны вот так вот открываются, закрываются То есть, это самое здоровое И вот получается, что Вот ученые британские Разъясняю вам В чем особенности здорового положения Ни положение сидя Пережимает У всех, будем говорить Водителей, которые проводят массу времени за рулем Сидя, ну никак они не могут встать У них уже начинаются проблемы И опять-таки с венами ног Геморрой Люди, которые лежат Казалось бы, долго можно полежать Ну, допустим, больной лежит Что у него возникает? Через два-три дня Лежание в постели Пролежи Ни сиденье, ни лежание Ни стояние А только ходьба Запомните это Если хотите быть здоровыми Больше ходите Просто пошли Все, в радость себе Это одно Второе Опять-таки Кто-то там из них установил Что вот при стрессе Лучше всего Сон Ну вот Сон Способствует тому Восстановиться Значит Или как бы сказать Или убрать стресс Позвольте Для того, чтобы Вот смотрите Тут разные вещи Одно дело Если вы хотите Восстановиться После перенесенного Какого-то Эмоционального Потрясения Либо вы хотите От него Избавиться Вот у вас Эмоциональное Потрясение Что-то в голове Кружится Вы не знаете Что Как Как от этого Избавиться Для того, чтобы Первое Избавиться от того Что у вас Вот такая Вот такая реакция Неприятная Которая Длится довольно-таки Долго И начинает вас Мучить Важно Отвлечься Вот отвлечься Знаете Чем-то себе Занят Причем Отвлечься так Чтоб вы Чем-то руками Работали Руками Глазами Что-то там Делали такое Даже вплоть до того Что можно Поиграть в компьютерную игру Которая захватывает Ваше внимание И отвлекаетесь Я после передачи Когда Служил На первом канале Вот Отвлекался тем Что я На передаче Надо думать Надо говорить Надо быть в теме Понимаете Вот Сконцентрированный Тогда передача Удается Замодействовать Как с Посетителями Студии Так тебе Бухо говорят Ну короче Много Чего Я садился Тупо после На машину И ездил По Москве Вечерком Часово Допустим Где-то Заканчивалось В пол Одиннадцатого А то и в одиннадцать Я садился И вот Где-то Около часа Там проеду Продюсера Отвезу Там На На Вавилово Потом назад Я возле останка Ножил И нормально Вот успокаивался То есть для того Чтобы успокоиться Надо отвлечься И чем вы Сильнее перемените Вот этот Род своих занятий Вот Думайте Вот что-то Много своей Психической Энергии Вот тут Конечно Лучше всего Сон То есть Чтобы Спокойно Поспать И восстановить И здесь Восстановление Идет за счет Того Что когда Человек Волнуется У него Естественно Энергетика Вот так Вот ходит Она Будем говорить Из-за того Что быстро Движется Внутри Человека Когда возбуждена Так у него Мысли движутся Она разлаживает Его собственные Энергетические Структуры А когда человек Ложится Вот как раз Никакого движения Нету Они уплотняются Они восстанавливаются И естественно Та энергия Которая была Потрачена Эмоционально Она Потихонечку Восстанавливается Вот такие вот Вещи Я хотел бы вам Сказать Так что Лишний раз Спросите А не то Что вот так Вот знаете По радио По телевидению Ага А на самом деле Это далеко От истины И поэтому И возникают Такие вот Заблюждения Заблюждения Заблюждения